В эфире новости в студии Абайка Кимбек, Сурда, перевод Любовь Сенченко. Здравствуйте, перед началом выпуска, коротко о главном. В ближайшие сутки на территории Акмолинской области пройдут снегопады. Ожидается порывистый ветер с метелями. Об этом более подробно расскажу вам я, Егерим Сульменова. В областном центре начались оперативно-профилактические мероприятия по вырубке хвойных деревьев. Подошел к концу областной онлайн-конкурс по Баларрухабаларга. Главные условия конкурса – дипломировать наизусть героические ЭПС. В конкурсе приняли участие более 200 молодых участников. Народно-демократическая патриотическая партия «Аул» развернула общенациональную акцию «Аултан Аулга». В ходе мероприятия партийцами в Кокшетао представили предвыборную программу работникам товарищества «Агрострой». С 2015 года предприятие занимается непосредственно производством сельхозяйственных орудий, производством тех или иных агрегатов, почвообработки, животноводстве для максимального увеличения продукции именно кастарского производства. 41% населения страны проживает в сельской местности, поэтому сегодня главная задача – создать качественные условия для жителей. В этой связи предвыборная программа «Партия «Аул»» поднимает такие актуальные вопросы, как качество дорог, питьевой воды, газификации и обеспечение интернетом. В целях увеличения демографии предлагается присвоить статус многодетных матерей тем, у кого трое детей, и снизить их пенсионный возраст до 53 лет. Мы сами являемся выходцами с деревни и знаем эту проблему не с телевидения, не с рекламы, а снутри. Так как мы выросли, окончили школу, хотим поднять вопросы по отношению к «Аулу», чтобы была какая-то помощь. Проблема воды – это глобальная проблема, можно сказать. Дороги вообще нет, можно сказать. Вот такие и такие проблемы. Партия намерена ввести адресное пособие «Балан ССБ». По ней предусматривается постоянное содействие каждому ребенку до 18 лет. Кроме того, активисты партии намерены инициировать принятие специального закона о продовольственной безопасности, а также запретить производство и продажу продуктов питания, содержащих генетически модифицированные организмы. Партия «Аул» также считает, что необходимо принять закон о запрете оскорбления культурных ценностей и традиций казахского народа, что является главной предпосылкой для формирования здоровой и сильной духом нации. Церина Десикеева, Василий Вережников, Жамур Болтаев, Кокщак, Парад. Статистика по COVID-19 на 20 декабря 2020 года. В мере зафиксировано 207 935 новых случаев заражения коронавирусом. В Казахстане за последние сутки выявлено 652 человека с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. В Павлодарской области 80, Атравской 74, Нур-Султане 68, Восточно-Казахстанской 60. По 66 новых случаев в Костанайской и Североказахстанской, 59 Акмолинской, 51 в Южной столице, 37 в Западно-Казахстанской области, 32 в Карагандинской. В Алматинской области 25, в Мангостаусской 12, в Актюбинской 8, в Жамбульской 6, в Туркестанской 4, в Шемкенте 3 и один случай зафиксированных в Казахстанской области. Маски и социальная дистанция все еще актуальны. Главная задача – не допустить распространение коронавируса. Медики призывают казахстанцев соблюдать все санитарные требования. В Весельском районе строят комбикормовый завод. На сегодняшний день установлено высокопроизводственное зарубежное оборудование, завершено строительство основных объектов. Предприятие будет введено в эксплуатацию в ближайшее время. Весельский район входит в число регионов, обеспечивающих продовольственный поезд столицы. Поэтому в последние годы здесь в первую очередь стараются наращивать плаголовья скота. По словам генерального директора товарищества райагров Кайрата Алибекова, в связи с развитием животноводства наблюдается высокий спрос на качественные корма. Именно поэтому начато строительство современного завода. Разрешение получил с ГАЗКО в феврале месяце. Земляные работы начали сходить раньше. Так сама конструкция. Мы в феврале начали возводить конструкцию. Ну и сегодня уже, можно сказать, что мы закончили. Конструкция вся стоит. Оборудование мы получили. Это фирма «Новера» Германия. Основное строительство завода завершено. Поставлено устройство для измельчения ячмени и пешеницы. Приготовление комбикормов с различными добавками. Склады для хранения тоже готовы. Полностью завершено строительство весов и лабораторий для грузовиков «Тернохранилищ». К слову, предприятие будет выпускать 2,5 тонны готовой продукции в час и до 60 тонн в сутки. Стоимость проекта 646 миллионов тенге. С самого проекта всего этого объекта. Это где-то первый этап 600, где-то 40 миллионов. Из них я инвестировался АКК, 373 миллиона АКК, а остальное – собственные средства. В перспективе планируется поставка качественных кормов и в другие регионы страны. Абайка Кимбек, Зарина Десикеева, Берег Абдулманов, Азамат Бекмагамбетов, Жахангер Макамбетов, Кукшахпарат. В городе Макинск Блондинского района строится завод по производству растительного масла. Стоит отметить, что и в Щучинске работает маслозавод, который перерабатывает 200 тонн сырья в сутки. Мощность же нового объекта будет в три раза выше. Этот маслозавод способен выпускать до 600 тонн продукции в сутки. В проект инвестировано около 5 миллиардов тенге. Отечественный производитель ранее занимался производством растительного масла в Щучинске. Ожидается, что новый завод увеличит объемы готовой продукции и экспортный потенциал региона. Сырье начинает свой путь с цеха подготовки. Там происходит механическая очистка сырья, удаление лузги, если мы работаем на подсолнечнике или софлоре. Разрушение ядра, влаготепловая обработка и первичный вот же масло, при котором получается масло высшего сорта. Далее сырье поступает в цех экстракции, там оно окончательно перерабатывается, то есть извлекается масло практически до нуля. И получается шрот. Этот шрот используется для корма птицам, животным. Он содержит большое количество протеина, легкоусваиваемый. Кстати, отходы маслозавода также имеют спрос и даже есть заказы от российских и европейских фермеров. Предприятие будет полностью автоматизировано. Завод состоит из склада хранения сырья, экстракционного цеха, паровой котельной, а также терминала отгрузки готовой продукции. Линейка оборудования здесь, можно сказать, интернациональная. Оборудование основной китайской фирмы, там мировой он производитель. Потом основные станки немецкие. Терминалы хранения, там турецкое оборудование. По людям где-то задействуем порядка 80 человек в процессе производства. Экономическая эффективность возделывания маслечных культур очень высока. Имея это в виду, фермеры региона диверсифицируют свои походные земли. Пока что большая часть подсолнечников возится из Восточно-Казахстанской области. Готовая продукция будет экспортироваться в Китай, Узбекистан, Киргизию и Афганистан. В ближайшие дни на большей части территории Акмолинской области под влиянием северного циклона ожидается обильный снегопад, порывистый ветер и даже метель. По словам синоптиков, это приведет к значительному понижению температуры. Много осадков выпало уже за прошлую ночь. В областном центре ведутся активные работы по очистке снега. Температура воздуха днем 12-17, местами 22 мороза с дальнейшим понижением. 21-22 декабря под влиянием циклона местами по области пройдет снег, ожидаются метель, ветер западный, юго-западный, 9-14, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Температура воздуха 21 декабря понизится ночью до 20-25, местами 28-33 градусов мороза. В дневные часы 15-20, местами 25 мороза. 22 декабря ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 15-20, местами до 23 градусов мороза, днем минус 10-15 градусов. Представители коммунальных служб областного центра говорят, что всецело готовы к сюрпризам погоды. Уже сейчас идет активная работа по очистке улиц. Работает около 36 единиц техники вместе с самосвалами и погрузочной техникой. Плюс к этому у нас работали 9 КДМ, то есть это щетки подметальные и 4 единицы трактора. Значит, ежедневно около 120, где-то 200 кубов снега вывозится вот со вчерашнего дня. Все бригады укомплектованы, значит, 4 мобильные бригады у нас работают. На одном из брифингов синоптики отмечали, что в этом году будет теплая, но ветреная зима. Снежные осадки вполне логичны для этого времени года. Уже после первого обильного снегопада коммунальщики проверили свою готовность к обслуживанию города. Агирим Сульменова, Павел Соловьев, Кукщи Акпарат. Прошло почти два года с момента введения в систему обязательного специального медицинского страхования. За 11 месяцев по Акмолинской области поступило порядка 8 миллиардов тенге. Основная часть перечислена из средств работодателей. Сегодня в Акмолинской области около 800 тысяч жителей прикреплены к поликлиникам. Из них более 600 тысяч имеют медицинское страхование. Застрахованные жители региона могут получать гарантированную медицинскую помощь бесплатно. На сегодняшний день подписаны контракты с 47 медицинскими учреждениями области на оказание услуг пациентам по системе страхования. По сравнению с началом сентября, в декабре снизилась доля незастрахованного населения. В пакете ОСМС оказывается медицинская помощь застрахованным по расширенному перечню услуг, включающие оказание стоматологической помощи отдельным категориям пациентов. В пакете ОСМС доступна медицинская реабилитация для пациентов после острых состояний и оперативный вмешательств по основному профилю. Также у нас реабилитация постковида и детям при хронических заболеваниях. Карантин существенно повлиял на объем медицинской помощи в системе страхования. В частности, большинство льготников, взносы которых оплачивает государство, вышли из этой категории и вошли в число незастрахованных. Поводом для этого послужило введение единовременной выплаты пособий в размере 42 500 тенге. Сегодня 47% населения региона незастрахованы. А также среди незастрахованных могут оказаться работники субъекта малого и среднего бизнеса, освобожденных от уплаты взносов и отчислений, согласно постановлению правительства. Чтобы застраховать таких работников, несмотря на отсутствие взносов, работодатели должны внести были в течение года данные сотрудников на сайт msbfms.kiz, то есть сохранить их статус. В дальнейшем эти сотрудники смогут беспрепятственно получать все услуги в системе ОСМС. Также одной из главных задач фонда является защита прав пациентов на получение качественной медицинской помощи. При этом налажена обратная связь с населением. Действует единый контакт-центр по номеру 1406. Разработано мобильное приложение Holdout 24 на 7. С его помощью пациенты могут получить консультацию и донести свои жалобы. В целом по области в медицинской организации поступило 210 обращений от граждан. Основная проблема – длительное ожидание консультивно-диагностических услуг. Грубое обращение специалистов, отказ в оказании медицинской помощи и слабое качество медуслуг в поликлиниках. 27 жителям Маккольского района удалось получить денежные кредиты на развитие собственного дела. Общая сумма средств – 91 миллион тенге. Большая часть тех, кто изъявил желание начать свой бизнес, выбирают животноводство и сферу услуг. Элеонора Михайлющина – одна из тех, кто выучился по программе «Бастау-бизнес». В рамках этого проекта она смогла получить грант. Содействие оказал и местный центр занятости. Женщина давно мечтала открыть центр коррекции фигуры. Изучала спрос и тонкости ведения такого эстетического бизнеса. У нее все получилось. Один из ее принципов – здоровый образ жизни. Это и стало мотивацией для открытия необычного салона. Центр занятости мне выделил 200 МРП. На выделенные средства я купила косметологические аппараты для похудения. Я хочу поблагодарить Центр занятости за выделенную такую возможность, за выделенные средства на продвижение, на улучшение своего бизнеса. В Альгинском районе 22 человека уже смогли реализовать бизнес-идеи. Общая сумма грантов превысила 10 миллионов тенге. В целом за 2020 год к нам обратилось свыше тысячи человек. На сегодня наш центр выполнил все намеченные показатели на 100%. Уже планируем работу на будущий год. Ориентировочно 17 человек получат гранты. И еще 22 – прокредитованы. Многие окольцы, которым удалось успешно начать свое дело, уверенно рекомендуют интересоваться различными госпрограммами. Ведь за ними стоят реальные шансы и возможности. Мадина Смогулова, Тлег Каиржан, Ирина Москайкина, Кукшек-Парад. С начала года в Акмолинской области полицейскими за превышение скоростного режима привлечено к ответственности порядка 35 тысяч водителей. Кроме того, в регионе зарегистрировано 521 дорожно-транспортное происшествие. Полицейские продолжают мероприятия по обеспечению дорожной безопасности. Статистика по происшествиям на дорогах области не радует. Так, с начала года зарегистрировано 521 дорожно-транспортное происшествие. 133 из них из-за превышения скорости. В ДТП погибло 25 человек и 188 получили различные травмы. Основной причиной подавляющего большинства роста аварийности является низкая дисциплинированность водителей, нарушающих скоростной режим. Зафиксировано камерами видеонаблюдения, а также в том числе автоматизированной системой «Ураган», которая действует у нас с 30.09.2020 года. 35 тысяч нарушений КДД только скоростного режима. 48 автомобилей водворены на специализированную стоянку по решению суда. Собранные материалы, направленные судебным исполнителям. Если же общее количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах немного снизилось, то по нарушениям скоростного режима наблюдается рост. С учётом проводимой работы и анализа проводится передислокация маршрутов патрулирования и предусматриваются дополнительные наряды полицейских. Напомним, только по нарушениям скоростного режима в Ахмолинской области зарегистрировано свыше 35 тысяч фактов. Аслан Абуталипов, Азамат Бекмагометов, Жамбул Балтаев, Кокчах, Парад. С приближением Нового года в каждом регионе растёт спрос на хвойные деревья. Практически большинство жителей выбирают не искусственную, а чаще натуральную ель. Поэтому учащаются факты нелегальной вырубки. В этой связи акмолинские полицейские провели профилактические мероприятия. Сегодня стражи порядка взяли под контроль перевозку незаконно вырубленных хвойных деревьев. Сейчас на рынке выставлены разные виды ёлок. От выбора разбегаются глаза. Многие задаются вопросом, откуда ели. Как говорят торговцы, большая часть завозится из соседней России. В этом году завезли мы общее количество – тысячу штук. Это 500 сосен новогодних, также 500 елей. Мы привезли сосны с Курганской области, а ель привезли мы с Перми, с Пермского края. Таким образом, продавцы, которые хотят вести бизнес и получать прибыль, торгуют в разных частях города. В прошлом году в области зарегистрирован 61 случай незаконной вырубки деревьев. За текущий год стражи порядка выявили 24 преступления. В связи с тем, что на территории Казахстана введен мораторий на заготовку ёлок, в основном производится завоз с Российской Федерации. Для того, чтобы завести, необходимо соответствующие документы, пройти карантинные мероприятия, при реализации иметь пакет документов. Нами проводятся на постоянной основе рейдовые мероприятия. Буквально 15 декабря в городе, как штаб, был выявлен факт продажи молодняка хвойных пород завезённых с Российской Федерации. При этом у реализаторов отсутствовали соответствующие документы, а именно на карантинный осмотр. По данному факту собран материал и направлен к штабскую городскую инспекцию. Наказание особенно строго для тех, кто вырубает ель для празднования Нового года. Стоит отметить, что профилактический рейд продлится вплоть до 31 декабря. Зарина Дюсикиева, Абзал Балтабаев, Баужан Смогулов, Шохан Таукиев, Кокщак Парад. Подошёл к концу областной онлайн-конкурс «Бабалар-руха-балаларга». Он был организован региональным проектным офисом «Рухани Жангру» в рамках празднования Дня независимости. В конкурсе приняли участие более 200 молодых людей. Главное условие конкурса – декламировать наизусть героический эпос. В конкурсе приняли участие представители всех районов. Молодые чтесы практически со всей Акмунинской области проявили активность и интерес. Победителем стали Марзаткан Бекарыс из района Бежан Сал и Арнур Жалгасов из Буландынского района. Герои эпосов – как показатели истории страны, её древности, ценности народа, её духа. Важно популяризировать такие произведения. Они имеют воспитательный эффект. Я прочитал на конкурсе произведения Мохаммета Утемисова «Мен Менедым». Я очень доволен этой победой, потому что долго и упорно занимался. Эту победу я посвящаю маме, отцу, бабушке и всем родным. По словам организаторов, было непросто определить лучших в конкурсе. Все юные чтесы показали отличные результаты. Честно говоря, мы проводим подобные мероприятия впервые. И мы не ожидали такого интереса. В исполнении героических эпосов приняли участие более 200 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Мы рады, что акмольницы были активны. Мы рады поддерживать наших юных талантов. Все были поражены прекрасным исполнением героических эпосов наизусть такими юными ребятами. Они смогли передать чувства и мысли того времени, окунули в древнюю эпоху. Всего 6 участников конкурса были удостоены призовых мест. Еще шестеро получили поощрительные призы. Абайка Кимбек, Табуспеку, Сен, Сергазов, Хайр, Болду, Жамбул, Болтаев, Кокшах, Парад. Это были все новости к данному часу. С вами была Байка Кимбек, Сурда, перевод Любовь Сенченко. Субтитры создавал DimaTorzok